Большая цель достижима. Life is good на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Я очень рад быть организатором этого мероприятия. Счастливые перемены. Квартира для пайщицы ЖК «Бест Вэй» Александра Смоляр. История из Хабаровска. Я вышла замуж, я приобрела квартиру и я родила ребенка. Добровидение 2019. Ежегодный фестиваль народного творчества при поддержке Life is Good. Вы смотрите новости компании. Подробности прямо сейчас. На два дня Санкт-Петербург стал всемирной образовательной столицей. 4 и 5 октября здесь проходил знаменитый Synergy Global Forum – крупнейшее деловое событие года. Сегодня Life is Good Production работает здесь, на Газпром-арене, где уже начал свою работу Synergy Global Forum 2019. В этом году масштабное событие объединило десятки тысяч участников из 30 стран мира. Уже по традиции холдинг Life is Good во главе с Романом Василенко является соорганизатором мероприятия. Буквально остается считанная минута до того момента, когда на эту сцену выйдет Роман Василенко. Пойдемте, пойдемте за кулисы, ближе, ближе к сцене. Давайте же спросим у Романа Василенко, как его настроение, что он переживает и чувствует. Роман Викторович, доброе утро. Ну что, как настроение? Настроение боевое, зал огромный, Питер ждет, форум ждет. Мы очень постарались, чтобы этот форум состоялся, очень постарались, чтобы людям это все понравилось. И я уверен, что этот форум даст людям возможности, даст людям инструменты. И такой волшебный пинок, который позволит им изменить свою жизнь к лучшему. Всем успеха и удачи! Мы желаем вам удачи, Роман Викторович! Я хочу пригласить человека на эту сцену, который помог Synergy Global Forum состояться как проекту. Человека, который искренне верил в идею и активно помогал ее реализации. Меценат, предприниматель, бизнес-тренер, удивительно разносторонний человек. Президент международного холдинга Life is Good Роман Василенко! Добрый день, любимый город! Добрый день, Питер! Добрый день, Газпорум-арена! Я очень рад быть организатором этого мероприятия. И приветствую вас с открытым сердцем и теплой душой, потому что здесь собрались активные люди. Люди, которые хотят развиваться, люди, которые хотят получать знания и меняться в лучшую сторону. И здесь, на этом форуме, вы получаете возможность напрямую наслаждаться, напитываться энергией от самых успешных людей этой планеты. Один из главных секретов успеха – это нужно общаться с успешными людьми. Но поскольку не у каждого в этом мире есть возможность пообщаться с сильным и мира сего, с самыми успешными людьми, синергия дает такую возможность в самом большом масштабе сделать это. И сегодня вы получите колоссальные знания, колоссальную мотивацию. Знания, успех приходят только с опытом. А опыт нельзя получить просто так. Опыт можно получить только благодаря действиям. Нужно действовать, чтобы наработать этот опыт. Но действия, они могут быть только тогда, когда человек умеет принимать решения. Нужно уметь принимать решения. Поэтому я каждому здесь присутствующему, вам, активным и успешным людям, я желаю, чтобы вы всегда делали шаг, принимали решения. Я никогда, нигде не видел, не встречал богатых или успешных трусов. Для того, чтобы принимать решения, нужна смелость. Поэтому каждый из вас после этого форума должен научиться управлять своим страхом. Должен научиться перебороть. Более того, если вам страшно, страх – это индикатор того, что вы идете на правильном направлении, в правильном пути. Я каждому из вас желаю получить все от этой жизни, все от этого форума, впитать эту всю энергию и сразу сегодня начать действовать, начать принимать решения. И в заключение хочу сказать, что наша миссия – помогать людям. Успех – это не просто достижение каких-либо средств материальных. Успех – это когда дети гордятся своими родителями. Будьте счастливы, будьте успешными. Получите от этой жизни все. Успеха! Добра! Роман, спасибо тебе огромное! Среди участников форума топ-100 сотрудников Life is Good – победители корпоративного рейтинга. Для них были предоставлены места в самой престижной локации «Газпром-арены», а приглашение на мероприятие стало подарком от холдинга. Проект Life is Good Роман Василенко основал более пяти лет назад, в 2014 году. Бизнес-модель Life is Good Network, не имеющая аналогов в мире, сегодня на практике доказала свою эффективность. Привела к уникальным бизнес-достижениям, позволила десяткам тысяч людей по всему миру изменить свою жизнь, добиться невероятных вершин успеха. Человек, который дал именно путевку в жизнь, к новым каким-то возможностям. Казалось бы, еще там два-три года назад люди эти даже предположить не могли, что такое возможно. Но сегодня мы здесь, мы сегодня вот запитываемся вот этой положительной энергетикой, мы общаемся, мы учимся друг у друга. И вот после приветственного слова Романа Василенко вышел на сцену Арнольд Швасель, легендарный человек, человек-легенда, хедлайнер сегодняшнего дня. Трудно в мире найти того, кто бы не знал в лицо этого харизматичного, сильного духом человека. Но лишь немногие в курсе тех трудностей, которые знаменитому актеру, бизнесмену и политику пришлось преодолеть на пути к успеху. Некоторыми из них он поделился с участниками форума. Принцип его жизни – постоянное движение вперед, движение к новым целям, новым открытиям, всегда идти только в ногу со временем. Принцип неограниченных возможностей, принцип делать всегда что-то новое, вот это мне очень близко. То есть, если ты достиг чего-то, допустим, в искусстве, кинематографии, давай дальше, еще что-то, какие-то новые сферы открывать. Вот это вот разнообразие, то есть расширять кругозор своих результатов, кругозор своих возможностей. Десятки телекамер, сотни журналистов и важных персон. По окончании выступления Арнольд Шварценеггер дал большую пресс-конференцию. Внимание к его фигуре небывалое. В зале также присутствовал Роман Василенко, а накануне вечером в самом фешенебельном отеле Северной столицы состоялась эксклюзивная встреча президента Life is Good с легендарным актером. Их беседа за ужином продлилась более часа. Завершением пребывания голливудской звезды на Synergy Global Forum стала фотосессия с почетными гостями. Всего за два дня мероприятия на сцене Газпром-арены выступили более 200 всемирно известных персон. Коучи, бизнесмены, эксперты. Успешные, богатые и знаменитые. Столько людей, и здесь мы во главе с президентом. Представьте, такая возможность. И каждый спикер именно делился своим впечатлением. Каждому было, что есть сказать, каждый дал свою мотивацию. Каждый услышал то, что нужно было ему, потому что именно шел разговор, диалог от сердца к сердцу. Synergy Global Forum для каждого участника – это уникальная возможность сделать важный шаг на пути личного и профессионального роста. Здесь меняется мышление, появляется мотивация двигаться вперед, ставить амбициозные цели и достигать их. Не случайно девиз форума «Большая цель достижима». Счастливая, невероятно трогательная жилищная история из Хабаровска. Пайщица ЖК «Бествей» Александра Смоляр справила новоселье в просторной двухкомнатной квартире. Александра – инвалид по слуху. До недавнего времени была одинокой девушкой. Ютилась в небольшой комнате в коммунальной квартире и только мечтала о благополучии и семейном счастье. В 2017 году на Новый год я загадала свои желания, мечты. Я хотела приобрести жилье, квартиру, иметь семью и родить ребенка. В 2018 году я продала комнату в коммунальной квартире и вступила в жилищный кооператив «Бествей». А в 2019 году мои желания начали исполняться. Я вышла замуж, я приобрела квартиру и я родила ребенка. Жизнь Александры наполнилась яркими красками. Теперь она – заботливая мама сынишки Льва, счастливая супруга, хранительница домашнего очага. Раньше у меня была комната в квартире с подселением, 24 квадратных метра. В данный момент у меня двухкомнатная квартира, 44 квадратных метра. Для таких особенных людей, как Александра, в каждом вопросе важны доверие, честность и порядочность. У них свой мир, в котором они живут, вступают в брак, обмениваются информацией. На сегодняшний день, по примеру, Александр Смоляр и другие молодые семьи из ее круга общения также стали пайщиками жилищного кооператива «Бествей». 9 и 10 октября в Санкт-Петербурге проходил 4-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». Его главная цель – сохранение и развитие народной песенной культуры и музыкального творчества, а также всестороннее содействие в пропаганде традиционных ценностей. Уже стало доброй традицией, что «Holding Life is Good» в лице Романа Василенко является генеральным партнером фестиваля «Добровидение». Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась 9 октября в стенах Российского этнографического музея. С приветственным словом обратился председатель Оргкомитета «Добровидение», депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Нилов. Также перед собравшимся выступил президент Республики Молдова Игорь Дадон, который приехал поддержать молдавских исполнителей. Артисты представляли свое творчество как на главной сцене, так и в залах музея. Среди участников фестиваля юная вокалистка Екатерина Прокофьева, финалистка Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица». Она, дочь одной из сотрудниц холдинга «Life is Good», приехала на «Добровидение» из Керчи, Республики Крым. Меня заметили преподаватели, потому что им понравился мой голос. Фестиваль нужен для того, чтобы тебя заметили, развивать свои таланты. Сегодня, 10 октября, второй завершающий день Добровидения. Фестиваль проходит здесь, на Севур-арене. Вниманию гостей организаторы представили большой голоконцерт. Состоялось выступление академических и народных хоров, вокальных ансамблей и сольных исполнителей. На трибунах концертно-спортивного комплекса разместились около 7 тысяч зрителей. Среди почетных гостей Добровидения – депутаты Государственной Думы, общественные деятели, представители бизнеса. В зале присутствовали сотрудники «Life is Good», а также президент холдинга Роман Василенко, который является генеральным партнером фестиваля. Очередной раз мы проводим этот фестиваль Добровидения. Я с теплом сердца могу сказать, что я очень рад здесь видеть много молодежи. Наша задача – передавать традиции, сохранять. Потому что если мы взрослое поколение, если мы это не сохраним и не передадим, то кто это сделает? Не победим тот народ, который чтит традиции. Благодарю. Всем добра. А в этом году свое творчество представили более 800 участников. С каждым годом Добровидение набирает обороты. Фестиваль занял достойное место в календаре событий не только российской, но и международной культурной жизни. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Life is Good News». Жизнь прекрасна. Будьте с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова